Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про вызревание виноградной лозы. Я покажу, как это выглядит, я расскажу, что необходимо делать для того, чтобы помочь виноградной лозе вызреть. И еще мы с вами поговорим про некоторые мифы, связанные с этим самым вызреванием. Ну и в первую очередь, конечно, нам следует кратенько коснуться темы, для чего же это самое вызревание важно. А зеленые виноградные побеги, они травянистые, легкий морозик, и они погибают, они не выдерживают никаких отрицательных температур. И для того, чтобы виноград у нас хорошо зимовал, надо, чтобы лоза вызрела. Что значит вызрела? Приобрела деревянистость, скажем так, одревеснела. Вот тогда такая лоза прекрасно сможет перенести зиму и морозы. Еще такой важный момент, когда же лоза должна вызреть? Она должна вызреть до морозов. В разных регионах они наступают в разное время. В нашем регионе, в Белоруссии, примерно в 20-х числах сентября может уже прийти заморозок. Он может прийти, конечно, и в конце октября. Но желательно, чтобы к 20-м числам сентября у нас все-таки лоза была по большей степени вызревшая. Но если, например, у вас регион с такой, пусть даже прохладной, но все-таки осенью длительной, без заморозков, то, в принципе, вам вообще можно и не волноваться по этому поводу. Нам надо волноваться. И когда начинать вообще что-то думать, что-то делать, в принципе, особенно вот в этом сезоне, когда у нас и так много чего идет с задержкой, начинать думать о вызревании лозы, начинать помогать растениям вызревать, нужно уже сейчас. Почему нужно помогать? Ну, потому что наш регион нетипичный для выращивания винограда. Поэтому нам приходится прикладывать определенные усилия для того, чтобы виноград все-таки и у нас рос успешно. Как же нам понять, что лоза начала вызревать? Я сегодня покажу несколько примеров, чтобы новичкам, особенно, кто первый раз с этим сталкивается, было понятно. Значит, смотрите, вот летом у нас зеленые вегетирующие части, они вот такие вот зеленые. Вот это побег этого года. Он может быть зелененьким, он может быть красноватым. Повторюсь, да, покажу разные примеры. И вот это вот один кустик, смотрите, снизу, то есть вызревание всегда начинается снизу. Лоза начинает желтеть. То есть цвет вот здесь и цвет дальше по побегу, он отличается. То есть началась вот такая вот желтизна. Не смущаемся вот этих вот пятнышек, здесь все нормально, здесь нет никаких болезней, просто процесс идет постепенно. Смотрите, в некоторых случаях оно может выглядеть вот так вот не совсем красиво, фрагментами. Вот снизу у нас, можно даже этот листик убрать, чтобы он нам не мешал. Вот, да, вот у нас коричневое уже начинается. Дальше у нас участок такой непонятный, дальше вот опять. И, видимо, цвет, смотрите, опять же, вот здесь цвет желтоватый. Мы сейчас поднимемся по этому кустику, по лозе вверх. А вверху вот он зелененький. Хотя, видите, здесь тоже вот начался такой фрагмент вызревания. То есть иногда вызревание может быть вот таким фрагментарным. Точно так же, смотрите, вот второй побег на этом же кустике. С одной стороны он уже коричневый, с другой стороны он еще желтенький. Но вот процессы идут. Сегодня у нас 10 августа. Нетипично такое раннее вызревание лоз. Но, тем не менее, вот в этом году условия сложились именно так. На этом участке ничем мы пока специально не обрабатывали для вызревания. Но чуть позже я, конечно же, вам расскажу, что нужно делать, как помогать. А мы пойдем еще смотреть примеры. Вот здесь, смотрите, лоза уже, ну, можно сказать, практически полностью. Вот этот участок вызрел, если бы не вот этот маленький фрагментик. Да, он у нас еще пока что такой зелененький. И что интересно, смотрите, вот там в самом низу процессы идут, но еще не совсем. Да, а здесь вот выше, вот уже, можно сказать, практически вызревшая лоза. Ну, и дальше, смотрите, тоже по стебельку поднимаемся. В процессе может быть вот такие вот некрасивые переходы цвета, которые мы можем спутать с болезнями. Нет, это не болезнь. Это вот так вот неравномерно окрашивается лоза в процессе вызревания. Показывала вам зеленые лозы. Смотрите, у некоторых сортов лоза может быть вот такая красноватая. Но, тем не менее, вот внизу мы сейчас посмотрим. Видите, тоже начинаются такие вот процессы желтения. Вот так это тоже может выглядеть. А вот смотрите, на этом кустике все идет, ну, скажем так, равномерно, да? Просто желтенькое. Не вот такими секторами, не фрагментами. Да, просто вот лоза начинает желтеть. И вот то, что листики снизу желтые, будем разговаривать отдельно, но это нормальный процесс. Все, растение уже начинает чувствовать осенью, хотя вроде бы еще рановато. И нижние листья отмирают. Это нормально. Вот тут тоже, смотрите, кустик. Процесс запустился, но он еще только-только, скажем так, в самом начале. И вот то, о чем я говорила, что, видите, с одной стороны идет как бы желтенькое, с другой стороны еще зелененькое. И вот эти вот междоузли, они такие красноватые. То есть может кому-то казаться, что какие-то вот это болезни, нет, все нормально. Никаких болезней, ну, трещинки на лозе, это нормально, тоже не надо тут ни о чем беспокоиться. Где-то, может быть, я как-то рассказывала, что был небольшой градик у нас. Может быть, градиком чуть-чуть где-то повредило. Но ничего страшного, ничего серьезного в этом нет. Вот здесь еще покажу, тоже, смотрите, начало все желтеть. Вот здесь вообще красиво, отнизу желтеет. Да, она еще в районе междоузли остается такой вот окрас. Кто-то может путать с аидиумом. Нет, не путаем. Это вызревание. Ну, вот на втором побеге тоже внизу видно, что такой начинает коричневеть. А вот здесь тоже интересно, сама по себе лоза красноватая. А вот снизу, видим, меняется цвет. Тоже процесс начался. Напомню, сегодня 10 августа. Вот то, что я нашла на своем винограднике, вот такие кустики. Ну, это, скажем так, просто идеальная картинка. Вот с этим ничего делать не надо. У кого уже такое пошло начало вызревания, до морозов у нас даже при самом худшем раскладе почти два месяца еще. Так что вот с этим у нас все замечательно и все хорошо. Ничего делать не нужно. Но так может быть не со всеми кустиками. И даже, скажем так, вот такая ситуация, это редкость. Все, что я вам сегодня показываю, это кусты второго года посадки. И, как правило, у молодежи бывают проблемы с вызреванием лозы. Тем более, что в этом году у нас был поздний старт. Но по какой-то причине у нас на этом участке сложились такие условия, что если пройтись по всему-всему винограднику, то, наверное, у процентов 50 молодых кустиков в той или иной степени процессы вызревания лозы начались. Вот даже этот кустик, рядом с которым я стою, вроде лоза зеленая. Но если мы посмотрим в самом низу, вот я листик уберу, опять же, начало желтеть. То есть процесс пошел. Почему чаще всего бывают проблемы с вызреванием лозы? В первую очередь, конечно, следует помнить о регионе. Все-таки мы не совсем типичный регион для выращивания винограда. И погодные условия. Да, в этом году, например, наш вегетационный период, то есть период, когда виноград растет, сильно сократился. Мы, конечно, надеемся на хорошую теплую сухую осень. Но из-за холодной весны мы потеряли, грубо говоря, недели 2-3. Так, при очень грубых подсчетах. То есть еще к неделе 2-3 виноград бы рос хорошо. Но так сложились обстоятельства. Неправильное питание. Слишком много азотного питания формирует большую массу. Листовую, зеленую. Но при этом растение вызревать не хочет. И третий параметр – это влажность. Избыточная влажность. В том числе и в нашем регионе. Несмотря на то, что я вам периодически рассказываю, что в нашем регионе виноград надо поливать. Ну, там это связано с треском ягоды. То есть там уже идет, скажем так, мы балансируем на том, что нам больше выгоняем. Но избыточная влажность, она тоже препятствует, скажем так, ну, либо задерживает возревание лозы. И еще один момент. Вот когда я говорила про плодоносящий виноградник, что там иногда тоже были такие моменты, как проблемы с вызреванием лоз, это перегруз урожаем. Когда у кустика слишком много урожая, он нацелен на то, чтобы вот этот урожай вызреть, распространить. То есть у растения есть программа по расселению, по распространению. А уже как оно выживет, не выживет, в каком состоянии оно идет на зиму, оно об этом не думает. Поэтому при перегрузе урожая тоже могут проблемы быть с вызреванием лоз. Именно по этой причине нам и нужно помогать нашим кустикам. Итак, что делать? Ну, первое, это, конечно же, вспоминаем причины. Почему так бывает? То есть мы не перекармливаем азотом. Азотные подкормки, те же подкормки органик, и мы заканчиваем в наших условиях примерно в середине июля, максимум в 20-х числах. Все, дальше мы уже азотным ничем не кормим. Второе, влага. Конечно, если у нас виноградник плодоносящий, стоит жаркая, сухая погода некоторое время, ну, мы всегда знаем, что у нас в конце августа, в сентябре могут пойти дожди, поэтому мы немножечко поливаем, чтобы поддерживать оптимальную влажность. Но, что касается молодого виноградника, то в этот момент мы поливы всякие прекращаем. Тут нам не надо думать о том, чтобы избежать треска ягоды, поэтому поливы прекращаем. Важный вопрос, который вы часто задаете. У меня молодые кустики вот этого года, они не очень хорошо растут. Ну, вот пример, да, кустик небольшой. Что нужно делать? Вот сейчас, в начале августа, ничего, все. Нам лучше, пусть он будет небольшой. Но он вызреет, он подготовится к зиме, чем мы сейчас начнем вокруг него танцевать. Даже, например, если стала сухая погода, мы его начнем поливать, чтобы он хорошо рос, да, начнем подкармливать. Мы этим сделаем хуже. В первый год наша задача, мне, конечно, очень классно, если у нас вырастет мощные, большие побеги. Супер. Но основная задача, чтобы эти побеги вызрели. Если они не вызрют, то толку с них нет никакого. Поэтому лучше у нас будет небольшой кустик, но вызревший, чем большой и не вызревший. Поэтому для малышей мы не делаем ничего, кроме того, о чем я чуть позже буду говорить. Касательно плодоносящих кустов, если у нас перегрузка урожаем, то, конечно, с вызреванием все будет плохо. Поэтому мы смотрим. Все-таки, если не пронормировали еще кустики, еще не поздно. Лишние гроздья можно и нужно убирать. По нормировке винограда урожаем ссылку на видео я вам оставлю. Посмотрите. И здесь, что важно учитывать. Во-первых, особенность сезона. Повторюсь, что в этом году у нас сильное отставание. Второе. Ваш регион. Поскольку смотрят меня не только в Беларуси, смотрят и в регионах более южных. Там вы уже сами ориентируетесь. Действительно ли необходимо вам делать какие-то вещи. Потому что если у вас морозы приходят поздно, если у вас стоят долгие, сухие, теплые осени, то, в принципе, эта проблема может быть для вас неактуальна. У нас это актуально очень, потому что были случаи, когда в 20-х числах сентября у нас уже приходил морозик первый. Потом еще долго могло быть тепло, но все, любой маленький морозик, зеленые лозы, он прихватывает, и они не зимуют. Поэтому для нашего региона это очень важно. Особенно в этом сезоне. Хотя, да, я говорю, какой сложный сезон, и при этом вам показываю, что половина молодого виноградника, уже процессы начались. Ну, честно, я не знала, почему так сложилось. Итак, чем же мы помогаем еще в вызревании? Про нормировку сказали, про полив сказали, про подкормки сказали. Но если так сложилось, что где-то перекормили, все растет очень хорошо, либо, например, идут дожди, мы не можем небесную влагу взять и выключить, к сожалению. Ну, либо просто у вас какой-то сильно рослый куст, который, ну, видно, что он слишком активно растет, вызревать не собирается, значит, мы ему помогаем. Ну, и в принципе, сезон сложный, поэтому в этом сезоне, если вот не увидели такую красивую картинку, как у меня, то нужно позаботиться о том, чтобы наши лозы вызрели и помочь им. Чем мы помогаем? Калийными подкормками. Значит, уже тоже говорила, повторяю, если стоит влажная погода, влажная почва, можно калий давать под корень. Можно давать с фосфором, ну, в принципе, можно даже и так давать калий. Приблизительно 40 грамм на квадратный метр, ну, честно говоря, я примерно вот на втором участке 40 грамм давала под кустик. Примерно вот так. Заделка в почву, либо чуть-чуть водички развели, подлили, ну, без фанатизма, да, потому что если у нас и так стоит все очень-очень мокрое, то добавлять лишнюю воду совершенно не стоит. Второй вариант, да, если у нас, опять же, это плодоносящий виноградник, и мы его немножко поливаем, даже если стоит сухая погода, то тоже можем калий дать под корень. Наиболее вообще распространенный способ калийных подкормок для вызревания лоз, это внекорневая подкормка, то есть подкормка по листу. Препараты, которые мы используем, это может быть сульфат калия, либо он еще называется сернокислый калий, да, иногда люди спрашивают. Второй вариант монофосфат калия. Там и калий, и фосфор. Что найдете, тем и можно пользоваться. Единственное, я всегда вам говорю, что сульфат калия в желтой пачке от буйских удобрений отвратительно растворяется. Ни в горячей воде, ни в какой, я не знаю, что они там с ним делают. Он растворяется очень плохо, и поэтому для внекорневых подкормок он не очень хороший. Хотя их же монофосфат калия растворяется замечательно. Итак, у нас есть две схемы подкормок по листу. Схема номер раз, мы берем 40 грамм на 10 литров, и примерно раз в 7-10 дней проходимся этой дозировкой. Она у нас одинаковая. Вторая схема, скажем так, более интенсивная, используется в случае, если у нас совсем все зелено-зелено, те же погоды стоят неблагоприятные. Мы используем схему другую. Каждую следующую подкормку мы увеличим дозировку на 10 грамм. То есть начинаем с 40, следующую 50, 60, и так далее. Можем догнать до где-то 120. Иногда я слышу, что догнать до 200. Но, честно говоря, если догнать до 200, то представьте, даже от сотни до 200, это 10 подкормок. Это у нас 2,5 месяца. Но если за 2,5 месяца лоза не вызрела, что с ней вообще делали? Особенно при таких подкормках возникает вопрос. Как правило, мы и до 120 не доходим, а останавливаемся на, скажем так, меньших концентрациях. До какого момента пороскать? До того момента, когда мы увидим результат. То есть если мы видим, что процессы пошли, например, вот даже так, как сегодня я вам показала, увидели, что процессы пошли, например, и такую картинку вы увидели в конце августа, в принципе, все, можно на этом остановиться и спать спокойно. Уже дальше оно само дойдет. Либо мы уже увидели полностью коричневую лозу тоже. Все, зачем? Ну, больше смысла нету. Мы добились того результата, который был нам нужен. И, конечно, если по какой-то причине у вас не получается раз в 7-10 дней, ну, пырскайте так, как у вас получается. Все равно любая калийная подкормка либо калийная фосфорная, она будет способствовать вызреванию. И, конечно, начинать делать это нужно сейчас, не откладывая в долгий ящик, не откладывая на потом, поскольку нам проще немножко поработать сейчас, да, и потом остановиться, чем пытаться догнать уходящий поезд. Я все время об этом говорю, потому что, ну, да, у нас погоды такие. Если у вас все хорошо, вы знаете ваши климатические условия, ну, конечно, вам тогда, может быть, пока и не стоит напрягаться. Теперь поговорим немножечко о мифах, связанных с вызреванием лозы. Значит, есть такой миф, что если лозу положить в горизонтальное состояние, ну, примерно вот там, в середину августа, чуть позже, либо даже позже, да, вот, мы решили, что нам надо срочно, чтобы лоза вызрела. Если мы ее положим в горизонтальное состояние, то она прям вот начнет испытывать стресс и начнет вызревать. Нет, это неправда. В прошлом году я попробовала, и ничего у меня не получилось. Несмотря на то, что сейчас я вам показываю, начало, ну, уже такого, начинающего вызревать, лозу в горизонтальном состоянии. И я же вам говорила, что укладывание лозы в горизонт при жирующих кустах, это работает. Немножко поясню, почему работает в случае с жированием. Потому что таким образом мы даем вот это у нас побег этого года, вот это, да, и пасынки. То есть, когда мы укладываем лозу в горизонт, меняем полярность, и вот эта вот часть уже не растет практически, а растут пасынки. То есть, таким образом мы увеличиваем нагрузку. И это хорошо делать, то есть, оно как бы способствует вызреванию частично. Но это хорошо делать где-нибудь в середине лета, когда еще пасынки могут долго и активно расти, дают кусту нагрузку, ну и он, в общем-то, сам себя регулирует. Вот тогда это работает. Если мы это делаем в сентябре, то толку с этого особо нету. И вот то, что лоза якобы испытывает стресс и начинает вызревать, нет, это абсолютно не так. Повторюсь, в прошлом году я попробовала, но никакого абсолютно эффекта не увидела. Поэтому делать этого смысла нет. Укладываем в горизонт, мы жирующую лозу где-нибудь в середине лета и просто ее подгружаем. Именно таким образом и способствуем вызреванию. И в данном конкретном примере вот эта лоза начала вызревать абсолютно не от того, что я ее положила. Он там рядышком, второй побег, он точно так же начал вызревать. Здесь сортовая особенность, плюс сложились так обстоятельства, да, что лоза зреет. Второй, скажем так, миф, ну, такое распространенное мнение, что слишком большие дозировки калия, они приводят к ожогам на лозе, которые мы путаем с вызреванием, ну, поэтому тоже как бы слишком большие дозировки не способствуют. Я вам уже сказала минут пять назад, да, что там доводить дозировки до двухсот, ну, достаточно сложно. Я не знаю, что, что надо делать, ну, это слишком большое длительное время. если лоза при этом не зреет, возникают вопросы, там какие-то другие причины. Что касается ожогов, смотрите, мы калием работаем по листу, и в первую очередь, если мы что-то сожжем, то мы сожжем лист, а не лозу. При этом, я вам сегодня показывала примеры, когда лоза зреет фрагментарно, да, то есть вот, вот этот участок у нас вызревший, он даже на ощупь вот здесь гладенько и такое, ну, прохладненькое, а здесь уже более шершавенькое оно чувствуется. Ну, а смотрите, вот-вот-вот-вот-вот мы идем по стеблю и идем вниз, а там зелененькое. И вот смотрите, если такая ситуация у нас возникает перед заморозком, когда приходит морозик, все становится коричневым и мы вот этих вот фрагментов не видим. Так вот, если они остаются не вызревшие, то даже вот это вызревшее, ну, весной здесь почти не проснутся. То есть вот, наглядный пример, такое бывает и поэтому даже при вызревании, если вот там что-то такое осталось, то такая лоза зимовать будет плохо. И повторю, я ничего не делала здесь. Это естественные процессы, но они могут идти вот именно таким образом, поэтому и даже если вы там калием обрабатываете, да, то вот если при таком раскладе морозик приходит, то зимовать не будет. и с ожогами калием это никак не связано. Также вы можете услышать мнение, что зачем тоже большие концентрации, вот порядка там 100 грамм на 10 литров, это слишком много, лист уже не впитывает, на нем создается такой солевой налет. Смотрите, опять же, я говорю про свой регион. В августе, во второй половине, в сентябре у нас очень часто приходят туманы и такие обильные росы, что когда мы с утра встаем, выходим на участок, с листа капает. и поэтому все, что мы пускаем, ну, я не знаю, конкретно в нашем регионе, вот исходя из наших условий, условий очень сложно создать вот эту концентрацию на листе, когда уже дальше не будет впитываться и когда прям будет выступать соль. У нас так, где-то может быть, конечно же, по-другому. Также следует отметить, что способность лозы к вызреванию является в том числе и сортовым признакам. И некоторые сорта у них лоза вызревают гораздо лучше, чем у других. Например, сорта при Балтийской селекции, те же американцы, ну, как правило, у них проблем не возникает. Тем не менее, уход, окружающие условия также немаловажны. Сейчас мы стоим у кустика Пинануар, повторюсь, кустик второгодка, еще и под нагрузкой, здесь две груздочки, одна с этой стороны, вторая там прячется под листиками, причем один побег вот достаточно толстый, хорошо растет, но уже 10 августа процессы вызревания лозы начались. Я не думаю, что Пинануар вот такой прям сорт для наших краев, чтобы у него замечательно зрела лоза, но условия здесь сложились. И даже самый такой классный сорт, который по идее должен вызревать, при перегрузе, при перекорме, при избыточной влажности может иметь проблемы с вызреванием лоз. Поэтому наша задача думать на опережение, мы знаем свои климатические условия, знаем, какие неприятные сюрпризы может нам преподнести погода, поэтому особенно с учетом сезона начинаем работу над вызреванием. Как это делать, я вам все рассказала. Желаю вашим лозам хорошего вызревания, вам хорошего урожая. На этом с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!